СПАРТАК ТОРПЕДО Как должно быть цивилизованно и нормально с точки зрения линии Олег, спасибо, что пригласили сюда Вообще нам каждый раз приятно приходить, участвовать в этой передаче Позволю себе сразу же немножко отойти от темы Но думаю, что слушатели меня извинят Первым делом хотел бы от всей души пожелать нашим командам Как вы знаете, сегодня начинаются наши матчи в Еврокубках Желаем удачи Зениту, всем остальным, кому предстоит защищать честь нашего российского футбола на международной арене Что же касается открытия арены, то мы на самом деле очень счастливы, что наконец-то этот стадион открылся Потому что не раз уже говорили, что одной из основных проблем нашего российского чемпионата является устаревшая инфраструктура Которая просто влечет за собой очень много вещей И посещаемость, кто-то говорит, низкая, не очень комфортная Но вот открылся новый стадион в Москве И сразу же увеличилась средняя посещаемость Год назад на седьмой тур пришло 12 тысяч человек В этом году у нас на полторы тысячи больше сразу средняя посещаемость Можете себе представить, что будет, когда заработают арены Краснодара, ЦСКА Открыть арену замечательный стадион, очень удобный, очень комфортный Я был и на матче с Царевиной Звездой, и на матче с Тропедо Первом официальном матче в чемпионате Причем обошел практически весь стадион И побывал в зоне работы журналистов И где сидят зрители Посмотрел Просто европейский стандарт самого высокого уровня И управляет им очень грамотный специалист Как вы знаете, Спартак пригласил на должность коммерческого директора Александра Атаманенко Этот человек знает, что делать, что доказал своей работой в «Шахтере» Поэтому у нас самое замечательное ожидание Что касается именно матча с Тропедо То, как вы знаете, болельщики этих двух команд никогда особо не были замечены В каких-то... Междуусобицах Да, междуусобицах традиционные Они довольно-таки дружно настроены по отношению друг к другу Что доказали даже некоторые переклички на этом матче Матч прошел замечательно Никаких проблем вообще не было И хотелось бы, чтобы все матчи премьер-лиги так проходили Вот вы упомянули, что новые стадионы И народу ходит больше И праздничная атмосфера Вы согласны с тем, что Сам антураж Вот если человек приходит на современный стадион Где новенькое все удобное, да, блестящее Возникает меньше желания делать что-то, что, ну, скажем так К антиобщественным проявлениям относится Ну, это как вот, допустим, если я иду по тротуару И вижу, что кругом там подстриженные газоны Там кустики какие-то, да Я не хочу там окурок бросить на этот газон, да Конечно, конечно Это любой человек, я думаю, думаю точно так же Если к тебе рады Если к тебе относятся по-человечески Если действительно ты приходишь на футбол, как на праздник В театр, в кино так же Замечательная игра Мне очень понравилось, как играла Торпеда К сожалению, они проиграли Но матч действительно был очень интересным И торпедовская атака с приходом Белядинова С приходом Камбара Вот новых футболистов Она заиграла какими-то новыми красками И даже за самой игрой было смотреть интересно Не говоря уже об окружающем ее антураже Клуба решила не идти вместе с тренером дальше Значит, это правильно Должен там главному тренеру уже больше делать нечего Но по факту он не уволен Поэтому вот эта история, наверное, она в этом виде смешная Но дело в том, что, как сообщается, накануне было собрание Если...